Прямо сейчас отправляемся смотреть стартовый матч 21-го тура Росгострак чемпионат России. Анжи против Урала были среди футболистов. А пока последним, как Анжи пытается атаковать сходу через правый фланг. Подача! Опасно! И, пожалуйста, удар в падении через себя. Прямо сейчас исполняет Александр Трудников. Поршевлюком. Отличная передача. В положении вне игры находился Трудников. Так что бежать можно еще сколько угодно. Единственное, пробежали уже пол поля и были удивлены. Будковский с Трудниковым. Глушков, Тимитров и дважды Ильин отличились. Вот, пожалуйста, еще раз про Ильина говорим. Опасный момент и едва мяч не пересекает ленточку ворот. Отличный шанс упускает сейчас тот самый Ильин. Длинная подача Кулакова. Лунгу подбирает мяч. Еще одна подача. И вот, пожалуйста, момент и гол! Это Ильин! Вот так вот, пожалуйста, Владимир Ильин забивает мяч в ворота Анжи. И делает это ударом головой. Ну, посмотрим. Бас на Жиров! Не стал бить поворотом. Тем более там выскочил соперник. И вот после этого Жиров улучшил позицию для себя. И сумел пробить. Из-под Емельянова. Но Жиров, как и в матче против московского Спартака, опять же, лишенный навыков атакующего игрока, потратил чуть больше времени. Балажец достаточно высоко играет по Бутковскому. И вот в эту же зону пытается вбежать сейчас игрок Анжи. Удар поворотом. Ну, молодцы, растащили защиту сейчас махачкалинца соперника. Выдернули Балажеца. И Новиков был вынужден играть с Кубуловым. Добрать мяч под собственный контроль. Побольше им владеть. Мы помним его полуподачу, полуудар в первом тайме. Заброс. Фипел. Здорово. Скидка. Забивать нужно. 1-1. Александр Прудников, по-моему, находит своего тренера. У которого он будет забивать не один гол в году. Итак, стандартное положение приходит на вырыжку. Тома Фибели, автор голевой передачи. Прудникова здесь упускают. Ну, это захват. Это желтая карточка. Должна быть отложенная. Но Прудников быстренько посвятился. Анжи полетел вперед. Свободен край. Не видит никого. О, Бутковский все равно забивает. 2-1. Перейти в Ахачкаинский Анжи. Или все-таки даже не Бутковский. Ну, сейчас разберемся. Там Арсена Хубунова тоже все пытаются всячески приободрить. Да, по-моему, Арсен Хубунов становится автором этого забитого мяча. Еще раз смотрим. Здорово Прудников-то выполнил голевую передачу еще сегодня Александр отдает. Рикошет случился от ноги футболиста Урала. Это Новиков изменил направление полета мяча. И для Николая Заболотного самым обидным образом мяч рикошетом от штанги влетает за спину. И мяч в Волотах 2-2. Вот так вот достаточно быстро Урал отвечает в этой перестрелке. Радоваться, правда, некогда. Мы видим, что здесь Бутнично довольно встречает этот забитый мяч Урал. Подгоняет обратно к центру поля всех для того, чтобы... Ну, это автогол. 60 минут играет прилично, а потом устает. Элементарно устает. Очень много скоростной работы выполняет, особенно на первых минутах. Димитров сейчас вынужден обороняться против Прудникова. Всех обманул Александр. Удар по воротам! И все-таки этот мяч Николай Заболотный забирает за вторые попытки. Глунгу в очередной раз получает мяч от Фидлера. И пенальти зарабатывает Эрик Бигфалби. Потому что Тома Фибель включил руки и вынужден был в этой ситуации останавливаться с нарушением правил Бигфалби. Желтая карточка. Тома Фибель. Первая желтая карточка игроков Анжи. И так. И достает Юрченко! Эдгар Банучирян не сумел реализовать 11-метровый. 2-2. И это погоня. Погоня за тремя очками продолжается со стороны махачкаринцев. Удивительный матч. На Анжи эти три очка нужны в большей степени. Просто для того, чтобы самокрепиться с новым главным тренером в этом новом проекте. А Урал на этом, конечно, соперника ловит на этих амбициях. И по-прежнему лезет вперед. И забивает! 3-2. Но переживать игрокам Анжи, здесь стучать в газон нет никакого смысла. Момент истины в этом матче. Подача Яковлева на выходе за Болотный. Великолепно играет рукой на выходе. И 2. Победа Урала в этом фантастическом матче, который мог сложиться абсолютно по-разному. Победа Урала в этом матче. Победа Урала в этом матче. Победа Урала в этом матче. Продолжение следует...